Сегодня мы поговорим о том, что будет, если не заплатить налоги. 2 декабря был последний день для уплаты имущественных налогов за 2018 год. Обычно все расчеты заканчивают к 1 декабря, но так как в этом году этот день выпал на воскресенье, сроки чуть сдвинули. Напомню, о каких налогах вообще идет речь. Налог на имущество физических лиц надо было заплатить, если у вас в собственности есть недвижимость, квартира, дом, в том числе садовый, гараж или машиноместо. Земельный налог, как понятно из названия, касается тех, у кого есть своя земля. Причем в этом случае речь идет не только о собственности, но и о праве бессрочного пользования или пожизненного наследуемого владения. Наконец, транспортный налог, который затрагивает счастливых обладателей автомобилей, мотоциклов, катеров, да хоть вертолетов. Кстати, имущественные и земельные налоги идут в бюджет того города или поселения, где находится имущество, а транспортный уже на уровне региона. Если вы еще не рассчитались с государством, будьте готовы заплатить больше. Уже с 3 декабря долг начал расти, на него начисляется пение. Ставка, откровенно говоря, крошечная. Согласно налоговому кодексу, процент, который ты начисляет нерадивым гражданам, составляет 0,03 от действующей ставки рефинансирования Центрального банка. Сейчас эта ставка, которую еще называют ключевой, 6,5%. Если округлить до значимых величин, получится, что в день вам будет капать по 0,022 от суммы долга. Если речь о скромной двушке и не какой-то роскошной иномарке, вполне, в общем-то, небольшие деньги. Что называется, можем себе позволить. Но зачем тратить лишние деньги? Хоть 100 рублей, хоть 50. Расти бесконечно долг не может. Закон ограничивает сумму пений, начисляемых за недоимку. Она не может быть выше самой задолженности. То есть, в худшем случае, налоги вырастут в два раза. Поняв, что на письмо счастья налогоплательщик никак не отреагировал, налоговики отправят ему еще одно послание – требование погасить долг. Если и его гражданин проигнорирует, налоговая служба обратится в суд. После этого общением с должником будут заниматься уже судебные приставы. А у них в арсенале есть масса неприятных мер. Могут заблокировать банковский счет, арестовать имущество или ограничить выезд за границу. Впрочем, кроме кнута, у государства есть для граждан еще и пряник. Так, собираемость земельного налога выросла благодаря дачной амнистии. Благоприятным фактором налоговики называют также и простоту оплаты налогов. Сейчас ведь не нужно никуда идти. Все можно сделать в личном кабинете, на сайте налоговой или на портале госуслуг. Поговорим о том, кому положены льготы по имущественным налогам и как их получить. Речь о налогах для физических лиц, уведомления о которых рассылает налоговая инспекция. Налог на имущество, земельный и транспортный. У многих по этим сборам есть вычеты, то есть можно платить меньше, а то и вообще не платить. Вычет по налогу на имущество не стоит путать с тем, что помогает вернуть НДФЛ. В данном случае в законе зафиксирована определенная площадь, с которой не нужно платить налог за квартиру или дом. В случае с квартирами из общей площади вычитают 20 квадратных метров, у частного дома не облагается налогом 50 квадратов, а если вы обладатель комнаты или доли в квартире, налогооблагаемая база уменьшится на 10 квадратных метров. Вычет делают абсолютно всем, по каждому жилому объекту. Неважно, у вас в собственности один маленький дом в деревне или несколько пентхаусов в Москве. А раз положена такая скидка всем, то и ничего делать, чтобы получить ее не нужно. В налоговой сами производят нехитрые подсчеты, когда готовят вам очередное извещение. Кроме вычета по налогу на имущество, есть еще и льготы по нему же. Перечень тех, кому они положены, можно увидеть на сайте налог.ру. Если вы в их числе, нужно подать соответствующее заявление. Каждый год бегать с бумагами в налоговую не придется. Делается это один раз. Льгота, в отличие от вычета, положена только на один объект. Будь то квартира, гараж или хозпостройка. По умолчанию налоговая применяет ее к тому объекту, на который самый большой налог. Два года назад приняли закон о льготах по земельному налогу для пенсионеров. Им разрешили не платить за 6 соток. То есть из площади участка вычитают эту площадь и считают налог только на остаток. Если вся земля в эти 6 соток и укладывается, не нужно платить ничего. Правда, льгота предоставляется только на один участок. Так что в случае с частным домом и дачей, за один из объектов придется расплатиться по полной. Важно отметить, что эта льгота носит заявительный характер. То есть ее автоматически никому не предоставляют. Так что если заявления не было, скидку могут и не сделать. Налоговая же не знает, вышли вы на пенсию или нет. Тем более, если речь идет о пенсии по инвалидности. Что касается транспортного налога, льготы тут предусмотрены только тем, кто платит взносы в систему Платон. То есть владельцам грузовых авто. Обычным же автомобилистам можно рассчитывать разве что на региональные преференции. Все они перечислены на сайте Федеральной налоговой службы. Поговорим о том, на какие налоговые вычеты имеем право и как проще их получить. Если вы купили квартиру, оплатили учебу ребенка в университете или вылечили зубы, вам полагается налоговый вычет. С потраченной суммой можно не платить налог на доходы физических лиц или вернуть его, если деньги уже ушли. Обычно это работает так. Вы подаете в налоговую инспекцию декларацию вместе с заявлением. Там проверяют информацию, а потом деньги возвращаются на счет. Отличный механизм, только очень уж медленный. Совершив крупную покупку, приходится ждать начала следующего года, чтобы подать декларацию. Потом еще месяц-четыре налоговая будет все проверять, прежде чем вернуть деньги. Но вместо того, чтобы платить на ДФЛ, а на следующий год возвращать его, можно просто перестать отчислять эти 13% и получать их на руки в качестве прибавки к зарплате. Для начала нужно утвердить вычет в налоговой. Собираете подтверждающие траты документы и подаете заявление. Это удобно сделать через интернет на сайте налог.ру. Там уже есть все формы. В течение 30 дней вам придет уведомление, которое подтвердит, что вы имеете право на определенную сумму вычета. С этой бумагой уже можно смело отправляться в свою бухгалтерию. У вас может возникнуть вопрос, а какая разница, когда получать вычет? Принципиальной разницы действительно нет, но только если вам положен один вычет за год. Когда их несколько, да еще разных видов, нужно все просчитать, чтобы получить с государства максимум денег. Загвоздка в том, что, например, вычеты за оплату лечения и учебы – это так называемые социальные вычеты. Тогда как возврат на ДФЛ на покупку жилья – имущественный. Разница здесь не только в названии. Имущественный вычет можно переносить на другой год. Это важно, потому что суммы тут обычно довольно большие. Ипотечникам государство готово вернуть до 650 тысяч рублей. Столько НДФЛ за год обычный человек не платит. А вот с социальными вычетами ситуация другая. Тут сумма трат, как правило, ограничена 120 тысячами рублей. То есть вернуть можно порядка 15,5. И перенести вычет на следующий год нельзя. Базовое правило – социальный вычет выгоднее получать раньше. Если вы имеете право на два или больше вычета за год, лучше самому установить, какой получить в первую очередь. Просто напишите заявление на работе, чтобы сначала вам дали социальный вычет, а потом имущественный. Таким образом, можно получить от государства максимум. Мы поговорим о том, как сэкономить на транспортном налоге. Заплатить его нужно до 3 декабря, так что письмо счастья из налоговой вы, скорее всего, уже получили. Это один из трех имущественных налогов, которые должны платить граждане. Также за транспорт платят и юридические лица, но там особые условия и сроки, так что сейчас не о них. Если у вас в собственности есть транспортные средства, будь то автомобиль, мотоцикл, снегоход, катер да хоть вертолет, государство ждет, что вы заплатите за него налог. При этом абсолютно не важно, пользуетесь ли вы своим имуществом или нет. Может, на машине колесит сын, а снегоход уже третий год безвылазно стоит в сарае. Все это не играет никакой роли. Есть имущество, будь любезен оплате. Правда, есть исключения. Налогом не облагаются специально оборудованные для инвалидов автомобили, а также машины мощностью меньше 100 лошадиных сил, купленные через соцзащиту. Кроме того, если вы являетесь счастливым обладателем весельной лодки или молоковоза, государство на ваши деньги тоже не позарится. Как и с другими имущественными налогами, считать тут ничего не нужно. В квитанции из почтового ящика или личного кабинета на сайте Федеральной налоговой службы уже указана сумма к оплате. Высчитывают ее налоговики, исходя из нескольких параметров. Мощность двигателя, указанная в документах, налоговая ставка, она в каждом регионе своя, и как долго машина принадлежит человеку. Для авто дороже 3 миллионов рублей есть еще специальный повышающий коэффициент. Обязательно проверьте, точно ли указаны данные в присланном вам уведомлении. Налоговая может перепутать мощность двигателя или вообще забыть исключить машину, которую вы давно продали. Кстати, на сайте налог.ру есть калькулятор, где можно прикинуть, сколько придется заплатить. К сожалению для автовладельцев, федеральные льготы по транспортному налогу распространяются только на грузовики. Те, правда, и так платят в систему Платон. Транспортный налог относится к категории региональных, то есть ваши деньги не уйдут в Москву, а останутся в родном регионе, где на них, по крайней мере в теории, отремонтируют дороги для вашего же удобства. Поэтому субъекты федерации могут устанавливать свои льготы на транспортный налог. Обычно их дают ветеранам и многодетным семьям. Уменьшить транспортный налог, если вы не попадаете ни под какую категорию льготников, можно только перед покупкой. Прежде чем выложить деньги, посчитайте, сколько вы будете отдавать именно в этом городе, именно за эту машину. Возможно, разница в пару лошадиных сил удвоит сумму, если у вас под капотом, скажем, 202, а не 200 лошадиных. Говорим о том, чем опасна серая зарплата и стоит ли на нее соглашаться. Для начала проясним термины. Серой принято называть зарплату, с которой работодатель платит налоги лишь частично. В договоре вам прописывают небольшую официальную зарплату, хотя бы минимальную в регионе, а остальное обещают отдавать в конверте. Начальнику выгодно, все налоги и отчисления он делает с официальной суммы, а вот работнику одни убытки, потому что это схема ухода от налогов за ваш счет. Получая серую зарплату, вы рискуете остаться с такими же символическими, как ваша официальная получка, выплатами от работодателя. Отпускные, больничные, выходное пособие рассчитываются, исходя из величины оклада, и у бухгалтера есть все основания учитывать только белую его часть. Если обо всех этих выплатах есть надежда договориться с начальством, то вот что точно пострадает, так это ваши пенсионные сбережения. Работодатель перечисляет в пенсионный фонд 22% от официальной зарплаты, поэтому если в белую вы получаете 10 тысяч рублей, на старость отложится 2 200, то есть за целый трудовой год накопится всего 26 400 рублей. Тут никакие разговоры с начальством не помогут. Можно смириться с этой ситуацией и начать откладывать на будущую пенсию самостоятельно, или найти другую работу, а можно написать заявление в прокуратуру и налоговую, о том, что работодатель уклоняется от налогов. Этого достаточно, чтобы на предприятии началась проверка. По крайней мере, у вас будут доказательства, что вы были не рады серой зарплате. Ведь получать ее незаконно. Налогоплательщиком НДФЛ, тех самых 13%, является сам работник. Да, сами мы никаких отчислений не делаем, потому что работодатель выступает налоговым агентом. Но если дойдет до суда, вас могут оштрафовать за неуплату налогов. Придется заплатить 20% от неуплаченной суммы, если вы нарушили закон по незнанию, или 40, если специально. Но за такой проступок грозит еще и уголовная ответственность. Тут речь может идти о штрафе от 100 до 300 тысяч, или других видах наказания, принудительные работы, арест или до года в тюрьме. Кроме того, серая зарплата может помешать взять крупный кредит или ипотеку. В банках, как правило, сидят знающие люди, которые понимают, за счет чего вы хотите купить трехкомнатную квартиру, имея минимальную официальную зарплату. Но в тех местах, где согласятся учесть и нелегальную получку, с вас возьмут повышенный процент, потому что понимают, серая зарплата в любой момент может исчезнуть.